Одной дореволюционной постройкой в Иванове стало меньше. В минувшие выходные на улице Семенчакова появилась строительная техника. Здание, возведенное в начале 20 века, пошло под снос. Сегодня вывозят обломки кирпичей, деревянные элементы конструкции сжигают. Возвел этот дом известный Иваново-Вознесенский предприниматель Елен. В нем он содержал паркетную мастерскую. В постройке расположена рядом была конюшня. Дом не являлся памятником как таковым, но история этого здания для нашего города представляла определенный интерес. Здание уникальное тем, что, во-первых, оно единственное сохранившееся в этой местности, в местечке Ямы, да, вот с тех времен, с дореволюционных времен. Здание было, на самом деле, очень крепкое. И есть еще такой факт, что после революции, когда здесь были коммунальные квартиры, здесь провел свою юность Михаил Платонович Колосов, известный наш Ивановский краевед, автор книг о Фурманове. Кстати, он с Фурмановым дружил, о Варенцовой и многих других. Три года назад у сотрудников музея камня появилась возможность попасть в этот дом и обследовать его чердак. Находки удивили. Весь интересный, кривеческий материал о советском прошлом теперь будет храниться в музее камня. Материал, который мы там собрали, оказался весьма и весьма любопытным. И получился такой своеобразный срез, наверное, всего 20 века. Несколько последних лет здание пустовало. Виталий идея разместить в нем музей Ивановского быта. Русское географическое общество даже планировало организовать там штаб-контору. А в декабре прошлого года была проведена историко-культурная экспертиза. Дом признали памятником истории местного значения. Но это обстоятельство не помогло спасти здание. Это был бы культурный центр. Но сейчас уже говорить поздно. Вот буквально два дня и остаются только руины. Я сожалею, но с лица земли стерт очередной памятник. Исторический культурный памятник. Как сообщили в пресс-службе мэрии, земельный участок с дореволюционными постройками площадью почти 670 квадратных метров был выкуплен еще в 2008 году частным лицом. Жильцов расселили в новые квартиры. А на месте дореволюционного двухэтажного здания из красного кирпича появится многоэтажка.